Музыка Одна из важнейших команд, которую следует изучать после команды «Лежать», это команда «Ко мне». Очень важно, чтобы собака понимала, что она должна вернуться к вам по первому требованию и в любой ситуации. Ко мне! Ко мне! Обойди! Сиди! Нор, ко мне! Хорошо! Сиди! Отлично! Начать обучение этой команды нужно с длинного поводка, чтобы собака знала, что мы будем контролировать ее в любой ситуации. Мы прикажем собаке лежать, отходим на небольшое расстояние, жестом и рукой говорим «Ждать». Останавливаемся, хлопаем себя по бедру и даем команду «Ко мне!». Подтягиваем к себе собаку и хвалим. Попробуем еще раз. Бежать! Отходим на небольшое расстояние. Ко мне! Хорошо! Да! Да, молодец! Хорошо! Надь, лежать! Норка, ко мне! Хорошо! Да! Молодец! Хорошо! Хорошо! Не зовите собаку, пока вы находитесь к ней спиной. Это нечестно по отношению к собаке. И не забывайте, когда она придет, обязательно похвалите ее и дайте ей лакомство. Говорим собаке одним тоном, строго и достаточно громко, чтобы собака услышала в шуме других посторонних звуков. Ко мне! Хорошо, войдите. Да, хорошо! Выводите. Хорошо! Хорошо! После двух-трех подходов с подтягиванием поводком собака поймет, что от нее требуется, и тянуть поводок будет не нужно. Тогда бросьте поводок на землю и подзовите собаку, чтобы она получила возможность сама выполнить команду. Ко мне! Хорошо, обойди. Хорошо, да. Хорошо. Хорошо. Прогуляйтесь немного и снова повторите команду. Если собака не подчинилась, подберите поводок и подтяните собаку сильными рывками, чтобы он понял, что вы недовольны. Команду надо работать ежедневно, и уже через неделю вы получите ее правильное выполнение, даже при наличии отвлекающих факторов. Как только собака будет подбегать к вам быстро и с любого расстояния на поводке, отстегните поводок и тренируйте команду без него в разных местах. Норт, ко мне! Хорошо! И в один прекрасный день вы увидите, что собака выполняет команду именно так, как нужно вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!